Юные пилоты при помощи джойстиков и телефонов управляют беспилотными летательными аппаратами. Участники регионального этапа интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа – школьники старших классов. Но есть и совсем юные конкурсанты. 10-12 лет. Они принимают участие, чтобы показать свое мастерство. Остальные же борются за то, чтобы представлять регион на окружном этапе олимпиады. Самая широкая цель – это трехмерное пространство. Не каждый ребенок, а тем более взрослый, может ориентироваться в трехмерном пространстве. Летать на квадрокод просто как кажется. Его надо настроить. Есть квадрокод, который программируется, летает по GPS, навигаторам и так далее. Это большая такая работа, большое обучение. И в том числе моторика рук. Это включаешь не только голову, но и руки. Среди участников только заряженные на победу юноши и девушки. Кто-то занимается управлением дронов пару месяцев, а кто-то – несколько лет. Но большинство ребят не планируют останавливаться. Хотят связать свою жизнь с беспилотниками. Мы занимаемся беспилотниками уже давно. Я занимаюсь, наверное, уже год или года два. Мне очень нравится собирать роботов. Я всегда хотела летать, управлять беспилотным транспортом. Я занимаюсь уже два месяца робототехникой и беспилотными летательными аппаратами. Мне понравилась тема, что там можно собирать разных роботов, свои разных роботов, сортировщик цветов, например. Испытания у ребят разные. От самых простых – приземлиться на специальную площадку, до очень сложных. Пролететь в три кольца, ничего при этом не задеть и сесть в нужную точку. Сегодня у нас был этап с посадкой на точность. Нужно было взлететь и сесть в определенную зону. И вторым этапом сейчас будет пролет полосы препятствий. Первый этап – это были базовые знания. Там нужно было буквально знать, как взлететь, как пролететь и как приземлиться. А на втором этапе уже важно знать трассу, знать, как ее пролететь, где лучше, где хуже. Соберут команду для дальнейших испытаний из лучших участников соревнований. Помимо управления беспилотниками, в конкурсную программу входило решение изобретательских задач, робототехника, программирование и игра «Что, где, когда». Окружные соревнования продут в Перми. Инициатором их проведения выступает аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.